Приветствую! Меня зовут Антон, и я хотел бы поделиться с вами впечатлением от принтера Рабаина от российского производителя. За время, пока принтер у меня работает, я уже неплохо начал разбираться в особенностях и нюансах 3D-печати. Пожалуй, это самый лучший принтер в данном ценовом сегменте. Мало того, что принтер уже полностью собран, настроен и откалиброван, так к нам еще положили моточек пробного пластика и дополнительное сопло. При покупке принтера я сразу заказал к нему две катушки ABS-пластика. Причем по цене дешевле, чем он продается во многих других интернет-магазинах. Габариты принтера позволяют его свободно разместить на вашем рабочем месте. У меня он стоит на рабочем столе рядом с монитором и нисколько не мешает. Первое, что бросается в глаза, это металл, из которого выполнен весь корпус принтера. 3,5-мм металл. Ощущение, что это не просто бытовой прибор, а какое-то серьезное устройство для профессиональных инженеров и дизайнеров. Но на самом деле интерфейс и принцип работы достаточно понятный и не вызывает никаких трудностей. Корпус целиком выполнен из металла и покрыт очень приятным и износостойким покрытием. Да, принтер от этого тяжелее. Но это как раз нужный вес, который придает принтеру устойчивость во время печати, чего не могут дать принтеры из акрила или других легких материалов. Обратите внимание на поперечный механизм, на котором закреплен их трутер. Направляющие также сидят в специальном металлическом корпусе, который предотвращает раскачивание сопла во время печати и создает дополнительную прочность. Два кулера с воздуховодом специальной формы. Само охлаждение сделано очень хитрым образом под углом. Производитель заявляет, что это сделано для более сильного охлаждения термобарьера, чтобы нагревательная головка не забивалась пластиком. Кстати, никогда не прикасайтесь пальцами к горячему экструдеру, можно получить сильный ожог. Вообще, когда принтер печатает, лезть в него щипцами, пальцами и прочими предметами крайне не рекомендуется. Из достоинств этой платформы стоит отнести точные трапециидальные калибровочные винты, которые перемещают платформу вверх и вниз. Теплоизоляцию нагревательного стола снизу для более быстрого нагрева. И самое главное, стальное основание и рама. Это полностью исключает изгибы и перекосы стекла. Вся платформа надежно закреплена на четырех подшипниках. Толкает ее шаговый двигатель с ременной передачей. Обратите внимание, что ремень тоже закручен очень хитро. Точно так же сделано и с поперечной осью. Это позволяет повысить точность позиционирования по этим осям. Специальные шпильки с прямоугольной резьбой тоже одно из преимуществ этой модели. Внизу шпилек находятся пружинящие механизмы, которые гасят вибрацию при печати и устраняют несоосность при вращении мотора. Сами направляющие по вертикальной оси сидят в прочном металлическом креплении. Сверху принтера расположился дисплей с энкодером и за ним слот для SD-карточки. Интерфейс дисплея очень интуитивно понятный и простой. Я разобрался с ним за один вечер. В правой части принтера все достаточно аскетично. Есть только крепление для катушки с пластиком. Ну а с левой стороны мозги принтера и блок питания. На плате находится свободный слот, который позволит вам самостоятельно добавить второй экструдер. Если вам захочется сделать охлаждение платы или подсветку или еще что-нибудь, вы можете подключить это в блок питания. Вот я, например, распечатал на этом принтере крепление кулеров для принудительного охлаждения. Давайте попробуем что-нибудь напечатать. Первым делом нам нужно откалибровать стол. Вообще принтер будет уже откалиброван и настроен, но калибровка все равно может потребоваться, если вы будете менять сопло или сильно тряхнете принтер. Нам нужно сделать так, чтобы расстояние от стекла до сопла было одинаковое на всех четырех углах. А именно маленький просвет толщиной меньше волоса. Поставим пока стол на прогрев до 115 градусов. Будем печатать АБС-пластиком. Когда стол нагреется до необходимой температуры, смазываем его раствором для прилипания пластика. Кстати, чтобы пластик прилипал к поверхности, разработчик советует использовать пиво «Козел светлый». При желании можно добавить одну столовую ложку сахара в смесь для усиления эффекта. Для настройки печати мне понравилась программа Кура. Она имеет достаточно интуитивный интерфейс и русский язык. Но есть много и других хороших программ. Загружаем модель в формате STL в программу и выставляем необходимые настройки для печати. Далее у нас два варианта, как отправить модель на наш принтер. Либо через USB кабель нужно нажать на этот значок, чтобы программа связалась с принтером. И нажать «Печать». Либо сохранить G-код на SD-карточку. Вставить карточку в слот на верхней панели принтера. Зайти в меню «Print from cart» и выбрать «Сохраненный файл». Если вы собираетесь печатать что-то очень долгое, я рекомендую использовать карточку. Ну, а если какие-то маленькие изделия, можно и по USB кабелю. Чтобы вставить или вытащить нить пластика в экструдер, нужно нагреть его до температуры плавления пластика. Для ABS это температура 225 градусов, в зависимости от производителя пластика. После нагрева аккуратно вставляем пруток в отверстие. Ослабляем или затягиваем винт, чтобы нить прилегала к валику шагового двигателя. Когда стол и экструдер будут нагреты до заданной температуры, принтер самостоятельно начнет печать. Иногда на начальных слоях может образовываться лишний пластик, который следует удалить тонким пинцетом. Напоминаю, когда принтер печатает, не лезьте в его рабочее пространство без надобности руками и посторонними предметами. Вы можете повредить механизмы или получить ожог. Пару слов о пластике. Катушка находится в картонной коробке, на которой есть маркировка о типе пластика, какой вес и диаметр нити. Пластик упакован в непроницаемый пакет с силикагелем внутри. Диаметр нити соответствует заявленным 1,75 на протяжении всей катушки. Однозначно хороший продукт для качественной печати. Эту кормушку для птицы я печатал изумрудным полоопластиком с оплом 0,4. Время печати составило порядка 12 часов на сам корпус и 4 часа на веточке. Можно печатать и такую мелочь. Кстати, что очень меня радует, так это техническая поддержка данной компании. Подход к клиентам прямо-таки индивидуальный и профессиональный. Вы можете получить качественную консультацию по вашим вопросам. Как заказать такой принтер, пластик для печати и другие полезные мелочи, вы можете найти по ссылке в описании под этим видео. По завершению печати принтер сам припаркуется и включится на самоохлаждение. И нам остается подождать остывание стола. Спасибо за просмотр, всем хорошей печати, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok